Добрый день, уважаемые телесвители! Добрый день, уважаемые телезрители, любители волейбола! Я вновь рада приветствовать вас на самых красивых играх по волейболу среди девушек, которые продолжают нас радовать своими красивыми моментами, своими красивой игрой. Звучит гимн Российской Федерации, настраиваются девочки на ответственнейшую игру, потому что победитель этой встречи сделает самую серьезную заявку в борьбе за золотые медали с пока еще лидирующими командами, среди которых в первую очередь Сибирский Федеральный округ, Китайская Народная Республика, ну и Республика Сахай-Якутия и Уральский Федеральный округ. Наши девушки, надеемся, очень сильно настроены на эту игру, потому что она для них очень важная игра. Мы надеемся, что девушки наши продемонстрируют нам такую же красивую, очень важную для нас, не просто для нас, а для всех зрителей присутствующих в зале, насколько мы можем наблюдать со своих экранов и так же, как со своего коммутаторского места, что трибуны у нас переполнены, и девушки должны показать нам красивую игру. За них пришли победы, так же, много, очень много зрителей. Болейте и вы вместе с нами у экранов телевизоров. И сейчас уже в красных майках с правой стороны площадки, это у нас Уральский Федеральный округ и в белых футболках сегодня играют девушки Республики Сахай-Якутия. Ну, насколько мы могли увидеть, в команде Уральского Федерального округа есть именинницы. Да, и в разминке мы слышали бодрое с днем рождения. Это был тоже своеобразный ответ нашему зажигательному танцу Якутияночка. И это еще раз подтверждает серьезность намерений с обеих сторон. Мы с вами наблюдаем составы играющих команд. Перед вами состав Уральского Федерального округа и Республики Сахай-Якутия. О стартовых составах мы еще обязательно поговорим. Сейчас давайте представим судейскую бригаду. Сегодня первым судьей работает Михаил Карпухин, город Комсомольск-на-Амуре. И ему помогает второй судья Юрий Совалей, секретарь игры Людмила Моисеева. Вот он перед вами, Михаил Карпухин. Можно отметить, что на этих играх, шестые игры в Витязи, здесь не доступны. Потому что люди все высшие категории очень аккуратно судят, потому что правильно судят по всем правилам волейбола. И претензий, я так думаю, со стороны как тренеров, так и со стороны зрителей не должно быть. Но наши зрители, насколько мы понимаем, всегда недовольны чем-то, особенно когда играют наши девушки. Ну это понятно, все очень хотят победить. Чтобы, конечно, все же хотят победить. Выровнять как-то ситуацию. А давайте немножко еще осветим турнирную таблицу. Пока у Сибирского федерального округа 12 очков, но они провели на игру больше. То есть остается последняя игра, тоже не менее принципиальная, с командой Китая. А у Республики Сахая Кутия, у Китайской Народной Республики и Уральского федерального округа по 6 очков у всех. По 2 игры в запасе. Так что все еще впереди. И то ли еще будет. Будет. Да, как мы любим повторять. Мы продолжаем болеть за красивый волейбол. Но сегодня, конечно, сделаем исключение. Сегодня играет Республика Сахая Кутия. И в едином порыве со всем залом, со всей Республикой. Внутри соединяемся. Посылаем положительную игру в сторону. Кто на кейс-решенке Сахая Кутия. Стартовый состав Уральского федерального округа. Пожалуйста. Разрешите представить стартовый состав Уральского федерального округа. Под номером 2. Это Анастасия Белкина. Под номером 3. Анна Савельева. Под номером 6. Это Светлана Врачева. Под номером 12. Кристина Старикова. Под номером 5. И всеми любимая. Это Елизавета Рязанцева. И под номером 10. Виктория Чернышева. Либера команды Ирина Сарсадская. Мы увидели с вами тренировок уральского федерального округа. Сейчас картовая шестерка. Первая и главная шестерка команды Саха. Под номером 2. Дарья Просимова. Капитан команды. Под номером 7. Марина Сутырина. Под номером 8. Александра Кохан. Под номером 10. Анна Молчанова. 11. Анастасия Максимова. И игрок под номером 12. Ульяна Павлова. Девушки. 2000-2001 года рождения. И тренерский состав нашей команды. Пожалуйста. Мы увидели. Наталья Хлопкова. Сарклана Канешникова. И Мария Глухарева. Наша подача. Это встань на место. Девочки. На расстановке. Уже все готово к тому, чтобы приступить к одной из важнейших игр. Принципиальных игр для обоих команд. Можно сказать так даже. Сейчас уже в завершении остаются последние по одной, по две игры у команды. И каждая игра уже на вес золота во всех смыслах этого слова. Буквально разрешается достоинство медалей. Сегодня-завтра у девушек и... Ну, уважаемые телезрители, все готово для того, чтобы начать этот матч. И как всем положено болеть за нашу команду. В игру вводит мяч наша сборная команды. Это Дарья. Дарья, да. Хорошая была подача. Она затрудила прием. Девушка ничего не... Оставалось как-то просто перебить. И ответный удар, да. А мы почему остались без атаки ответной? Ну, девочки, наш напасующий игрок, это Марина и нападающий основной наш игрок, это Анна, да, Молчанова. Немножко вдруг они допоняли и в тент не попали. И поэтому наша команда осталась без атаки. Но сейчас, надеюсь, девчонки исправят все. Вот сейчас Анна исправит это. Немножечко не добила она, конечно. Не на минуточку не забываем, что Уральский федеральный округ представляет подрастающее поколение волейбольного клуба «Уралочка». И одно название клуба само за себя говорит. Клуб, регулярно поставляющий игроков сборной России, имеющий свои крупные победы, как на уровне Лиги Чемпионов, так и в Суперлиге России. А тем самым счет становится 2-0 не в нашу пользу. Наши девочки никак не могут отбиться от атак уральской команды. Ну, давайте спишем это на стартовое волнение, может быть. И вот, наконец-то, наш лидер команды, Анна Молчанова, приносит такое долгожданное первое очко, заработанное. И сейчас на подачу отправляется Александра Кофан под номером 8. Она на ваших экранах будет пытаться осложнить прием уральской сборной. Что мы видим, сейчас защита есть у наших девочек. Мы оставляем мяч в игре. И... Ну, да, конечно, наши девочки пытаются оспорить судьей, потому что они считали, что было касание сетки со стороны уральского федерального округа. Но судья четко фиксирует, что ничего не было, никакой ошибки. Опять в темп немножко не попали, да? Да, как-то они не могут попасть в темп. Мне вот что-то волнуется нашей девушке. И сейчас Марина. Да, грамотно. Красиво так завершает. Розыгрыш этого. Очка и приносит второе очко в копилку нашей сборной. Счет становится 2-3. Девочки, уральского уральского. Ой, какой мощный. Наверное, даже она обыграла самый высокий наш блок. Давайте посмотрим на повторе. Там был коридорчик. Да, там большой коридорчик, которым непременно воспользовалась она. Вот против таких атак только тройным блоком есть пойти, да? Да, против таких атак только тройным блоком надо... Ой, неудачно ошибается Либера в приеме. Но ничего страшного. Да, у Нади Синтизовой все впереди. Есть возможность показать себя с самой лучшей стороны. Она сегодня у нас Либера. А Надя Синтизова в красной майке сегодня. И тренерский состав Республики Саха-Якутия берет перерыв, чтобы не упустить далеко, не отпустить соперников своих из Уральского федерального округа. Да, вот вы видите на своих экранах, она как раз объясняет ошибки наших девушек, что надо все время держать концентрацию мяча, все время видеть мяч, куда он летит, куда отлетает, что должны все время контроль держать. Вот свое слово говорит и заслуженный тренер РФ Валерий Григорьевич Кунышев. Очень хороший, замечательный тренер. Я еще его помню. Спасибо, когда у нас была команда Якутияночка. Он также был тренером. Мы с ним встречались, с его девушками встречались. Но мы в тот раз их обыграли. Я очень сильно надеюсь, что наши девочки сегодня их обыграют. Продолжим. Славные традиции, да? Продолжим, да, славные традиции. Наши девчонки возьмут себя в руки и выиграют этот матч. Будем за них держать кулачки и помять. Поднимают девушки мяч, поднимают, оставляют в игре. И атака со второй в доме. Что-то мы немножко не можем как-то нас наладить. Прочитать игру, да, не можем. Ну, девочки наши прочитали. Они организовали двойной блок. Но защитники наши сзади как-то неуверенно занимают позиции. А тем самым шестое очко ошибается. И счет становится 3-6. Анну Савельеву мы помним, да? Эта девушка, которая специально изначально тренировалась только на подачу. И нам немножко повезло, что ее с первого удар не удался. И она не превратила подачу в серию. Вот здесь досадная ошибка, Анна Молчанова. Да, очень обидно. Заработали такое трудное очко для нашей сборной. Она не смогла ввести мяч в игру. И сейчас она не справилась с приемом. И наш счет становится 8-3. И наши девушки вместе с игроками Уральского федерального округа отправляются на первый технический перерыв. Какие ощущения будут после дебюта партии? Потому что как-то слишком быстротечно все было, да? 8-3 счет. Начало, конечно, игры очень быстро. Наши девушки немножко прорвались в блоке. Вот сейчас мы посмотрим. Вот смотрите. Как раз то, что вы сказали, да? Прорвали наш блок. Да, наш блок разорвали, так говорят волейболисты. Вот сейчас тоже была игра. И показывали, как грамотно девочки с Уральского федерального округа отыграли в блоке. Это заслуга посущего игрока. Да, это заслуга посущего игрока, который прекрасно видит, где стоят наши высокие игроки. И в разрыв быстрыми передачами на края или вперед. Оставляют наши девушки. Что показывают? Четыре касания показывает судья. Наши девушки не сумели справиться после... Счет уже 9-3. И на подаче Анастасия Белкина, капитан команды Уральского федерального округа. Вот сейчас ошибается, да, я опросил капитан нашей команды, потому что с таким трудом был принят мяч. Пусть он даже не доведен, но останутся в игре. Ей нужно было аккуратненько его перебить на ту сторону. Он немножко ошибается, волнуется, наверное. Но сейчас... Ошибается и Уралочка. Да, ошибается и Уралочка. Девочки волнуются, оно и понятно. Это уже ответственнейшие матчи. Без права на ошибку буквально играют. И это, конечно, не может не угнетать, да? Да. Вот когда, если еще в первых-вторых кругах можно было позволить себе немножечко проиграть партию, отпустить или даже отдать игру, все равно сохранялся шанс для того, чтобы довести до конца. А сейчас вот все уже... Вот посмотрите, опять очередная быстрая атака на край сетки. Но девчонки очень хорошо расположились в защите и подняли от мячика. Сейчас в центре площадки. Блок не успевает. Да. Вот сбоку видно, как немножко похи прыгает. Вот посмотрите, да, перевод какой красивый. Перевод по первой зоне она обвела двойной блок, потому что края пристроились, в крае четвертой зоны наша девушка пристроилась, поставила и она красиво обвела мяч. Ну, ой, молодец. Какая Павлова Ульяна. По 12 номер. Молодец, зарабатывает такое долгожданное, нужное для нашей сборной команды очко. И счет становится 5-11. Нашей команде замена. Вместо игрока под номером 12 Павлова Ульяна на подачу выходит Елизавета Игнатьевна. под номером 6. Очень хорошая, у нее очень сильная такая подача, грамотная. Еще помимо этого она и выходит пасовать. Наша команда, наш тренер решили играть с тремя нападающими. Обратите, пожалуйста, внимание, потому что основной разыгрывающий игрок под номером 7, да, это Марина Сутырина. Она сейчас вышла в роли нападающего. А вот на подаче перед вашими экранами Елизавета Игнатьева она пасующая сейчас. Да, это очень неожиданное, по крайней мере, для Уральского федерального округа точно решение с тремя. И это действует, посмотрите, это действует. Посмотрите, как хорошая передача и Дарья молодец, умничка, между двумя блоками пробивает своим сильным ударом. Но тем самым Елизавета Игнатьевна продолжает серию своих подач и с замены она вышла очень удачно. Сейчас подача как раз. Ой-ой-ой, похвалила. Ну, зато вольется в игру. Да. Сейчас ее обратно не заменят. Ну, надеюсь, наверное, да, остается Елизавета пока на площадке. Наша команда продолжает с тремя нападающими игру на передней линии. Сейчас главное сделать прием. И сама Дарья ошиблась прием. Ой-ой-ой. Пыталась аккуратненько перевести из двойки по второму из двойки по двойке, но немножко у меня не получилось. Продолжаем наблюдать. Еще становится 13-7. Уральский федеральный округ чемпионы первенства России в своем возрасте в апреле 2016 года они стали чемпионами в городе Воронеже в финале восьми сильнейших команд со всей России. И это не первое из золотых подобных первенства. В прошлом году они тоже были чемпионами в возрасте 2000 года рождения. Вот какой сильный состав. Первая сборная России, можно сказать, как приехала на шестые международные везде в Духе Азии и как им с переменным успехом противостоит пока наша команда республики Сахайя Кутия. Команда базируется на здании Черепчинской школы-интернат имени Дмитрия Петровича Коркина и постоянно тренируется улсер главным Наконечниковым Наконечниковой. Красиво, Маня, пыталась обмануть. Какой страхующий драки уральский кровь что-то не... Ой, ну слава Богу! Ой, простите, уважаемые телезрители, наверное, судя с вами, мы сейчас будем тут в суеверии всякие и Бога выросить и все. Главное, чтобы наши девочки только выигрывали, приносили нам очки. Немножко не в темп, на самом деле. Ой, то что такое-то? Ну почему так-то? Такое трудное очко мы заработали и так небрежно отдать. Обидно, конечно, обидно. Счет становится 15-9. Давайте держать кулачки за наших девушек. Ведь им намного тяжелее играть, чем остальные команды, потому что они играют дома и на них вдвойне ложится ответственность за эти игры. Немножко как-то наши девушки сейчас не могут справиться с приемом. И при счете 16-9 обе команды уходят на второй технический тайм-аут. Пока еще не столь критичная ситуация, потому что 7 очков даже против Уралочки наверное можно отыграть, потому что мы не видим пока игру нашей команды. мы знаем, что они могут намного лучше, сильнее и конечно все очень волнуются, очень не хотят подводить всех тех, кто за нее болеет. И поэтому девочки конечно пока еще не показали тот волейбол, на который способны и который мы видели уже на этих играх сейчас девчонки соберутся и покажут, что они хозяева этой площадки, они дома и они могут и лучше играют других команд. Тем более есть свежий пример Сибирского федерального округа, которые доказали, что Уралочку можно и нужно выигрывать. Причем не 3-2 даже, а 3-1 Что-то мы в рамках детей Азии 5-сетов встреч еще не было и либо 3-0 3-1 А как бы хотелось чтобы хотя бы подольше на укропение они поиграли и мы могли наслаждаться этими красивыми моментами хорошей красивой игрой. Наши девочки зарабатывают нужное 10-ое очко пусть даже с помощью уральского федерального опыта нам очень сильно нужна очко и на подаче у нас Охан в нашей команде очередная замена в игру вступает игрок под номером 1 Юлия Дегтярева Саша Видели? Прямо девятый метр. Вот еще раз вы могли наблюдать на своих экранах. Да, это наконец-то Анна Молчанова показывает свои удары, которые вчера нам так нравились. Да, и в игру возвращается у нас Ульяна Павлова. Обратная замена. Елизавета Игнатьева очень хорошо провела отрывок этой игры на площадке. И ей большая благодарность, она очень молодец. Она впервые сегодня выходила в составе Республики Сахайки и вообще на этих играх была очень достойно справилась, можно сказать. А тут Ульяна у нас остается пустыми. Вот смотрите, как в предыдущих играх, которые мы с вами разговаривали, уже наши девушки немножко неправильно занимают позиции. Но это с моей стороны, как я вот вижу, наблюдаю, потому что при двойном блоке шестая зона должна занимать углы шестая пятна. А наши девчонки никак не могут собраться. Мало того, что мы не можем справиться никак с нашими атаками, потому что в темп не можем никак попасть. Так еще мы и не можем в защите отыграть. Счет-то для нас уже критический. 11-20. И нашего тренера, как ничего не остается делать, Наталья Васильевна, как взять второй перерыв? Сейчас она будет девочкам давать целые указания. Вот как раз, как вы видите, она объясняет Либера, что она должна правильно занимать позицию, выходить, именно выходить из-за блока, а не сети. Не наблюдать спины своих партнеров. А как раз она должна выходить и видеть противника со своим мячом. Ну, надеюсь, девочки поняли, что им объясняли, и будет, конечно, занимать правильную позицию. Сейчас посмотрим, что же все-таки, как правильно объяснили. 20-11. И Анна Савельева, обладательница сильнейшей и коварнейшей подачи. И сразу надо сняться в этом розыгрыше. И мы с... Молчанову по суть, они уже изучили игру нашей команды, да? И знают, что атаки будут строиться именно через нее, через лидера. И ее конкретно держат двойным блоком, а если успевает, то и третий блок пристраивается. Вот такие моменты очень нужны. 12-е очко. И если Уралочка добывает все очки без особого труда, то нам приходится прикладываться по полной. Ну, у нас на подачу наша лидер, Анна Молчанова. Мы все прекрасно знаем, какие у нее замечательные подачи. Это Молчанова, да? Да, это одни слова Молчанова, который может, если у ней пойдет ее подача сильная, в прыжке красивая, сильная подача. Потому что я еще пока не видела, чтобы здесь девушки такие подачи силовые подавали. А она это может. И очень сильные такие резкие подачи, если она будет подавать, то нашим девочкам будет легче намного. Вот мы все мгновенно просекли, уральские тренеры, да? И сразу же берут тайм-аут. Да, надо останавливать, потому что если полетит подача, то тяжело будет очень уральским девчонкам. Вот опять повтор какой красивый она нападала. Переводом по первой зоне в девятый метр. Здесь немножко наши девочки не организовали правильный блок, потому что центральный блок все-таки держал нападающего в центре. Это в первую очередь, что она должна была делать. Ну, а мы продолжаем держать кулачки за наших девушек. Продолжаем болеть. Вы на подаче лидер команды Анна Молчанова. Давайте помолчим немножко. Молодец. Молодец не растерялась, Аня. Здесь опять... Как мы можем не попасть в темпы и организовать хороший двойной блок? Ну, почему? Ведь передача была высокая. Четвертую зону. Там можно было. Она даже не на крае была. Антенны. А где-то между тройкой и четверкой, где игрок, центральный игрок должен был и обязан был успевать. И обратно прилетает. Что-то у наших девушек как-то из самого начала немного не заладилось. Ау, 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 ау. Хорошо, что не задела Марина. Да. Вот такой. Ау. Вот она даже сама показывает. Чисто, да? Ничего не было? Да, что я не трогала, не трогала этот мяч. У нас Куфия Максимова. Еще одна. Наша нападающая. Центральная наша нападающая, высокая девушка. Она все видела, да? Да, что далеко стоит защита. На приеме стоят уральские бутонки. И своей укороченной подачи приносит мисс для своей команды. Девяточку далеко. Ту же точку подает Настя. Да, мы никак не можем справиться все-таки с такими хорошими, сильными атаками сборной команды уральского федерального округа. Виктория Чернышева. Рост в метр восемьдесят три сантиметра. Одна из самых высоких игроков на турнире. И вот тут оказались не готовы как раз уральские бутонки. Друг на друга подумали, да? Да, немножко не разобрались. Они в защите, кто должен был сыграть этот мяч, потому что мяч немного был коварный. Он трос зацепил по тросу. А как насколько мы знаем, что блок или трос когда цепляет мяч при атаке, он меняет направление. Ульяна Павлова. Да, Ульяна Павлова какое нужное очко для нашей сборной. Очень важное и нужное. Счет становится 17-22. Вместо Анны Завельевой возвращается на площадку Алена Нечаева. Вчера она играла в стартовой шестерке. Сегодня мы ее тоже видим. Ну и на подаче продолжает хорошими своими подачами Ульяна. А, отстраховать! Подстраховали девчонки. Конечно, мы немножко без атаки. А здесь... Да, не получается пока у нас блок в этой партии. Надеюсь, что девчонки все-таки соберутся. И в следующей партии нам покажут, что они могут также организовать и атаки красивые ставить. Хороший блок. А, вот спасибо большое уральским девушкам, что они подарили нам надежду еще на выигрыш этой партии. И счет 18-20 и на подаче наш капитан команды Дарья Акруфина. А мы знаем, что она может подавать хорошие силовые подачи, чем сильные. Но что-то у нее не выходит в этой игре как-то. Она ошибается. Еще второй раз подряд, выходя на подачу, она в сетку подает. Это, конечно, очень волнительно для нашей команды. Потому что капитан должен вести за собой свою фигуратуру. И счет становится 25-18 в пользу Уральского федерального округа. Первая партия остается за девочками из Екатеринбурга. Но мы знаем, что это только первая партия, да? Это только начало. Да, с верой в далекое светлое будущее. Ну, не столь далекое, близкое светлое будущее. Ждать начало второго сета. И сейчас немножко, если сильно квалифицированного анализа тут не нужно, да? Всем просто видно, что в блоке переиграла Уралочка. И нападения были сильнее, поскольку наш блок пока еще себя не показал. В полной мере против чемпионок России, действующих чемпионок России. Это... Сборная командора. Да, вот мы с вами можем наблюдать красивые моменты в первой партии, как девочки с Урала очень быстрыми розыгрышами своими завершают. Вот посмотрите, наши девчоночки никак не могут справиться с ними. Что с ними сделать, не знают. Потому что они блок обводят и очень видят грамотно площадку. Конечно, очень грамотно все это сделано. Они ведь еще играют без лидера, которая привлечена в составе сборной России на совместные сборы. Если бы еще была лидера уровня сборной России, да? Ну... Защиту можно было и не пробивать. А сейчас... Сейчас остается простор для наших нападающих. И чем, наверное, они и воспользуются сейчас. Так, вот она команда Уральского федерального округа. У юношей Уральский федеральный округ представлен тоже очень сильным составом. Из Хантамансийского автономного округа под Школой Олимпийского резерва. Школа Олимпийского резерва, которая находится под варебольным клубом «Самотлор», играющая в Суперлиге. Так что серьезные намерения Уральского федерального округа. В состав команды девушек, они дополнительно привлекли игрока под номером восемь, Иллюзовету Фетисову, из Югорска, тоже Хантамансийский автономный округ. Но в основном команда представлена игроками в Катеринбурге Ураловске. Это школа, как вы уже все догадались, легендарного уже при жизни Николая Васильевича Старполя. Это школа действующая с 1974 года. И нас не может не радовать, что наши девушки сохраняют все санкции в игре против таких ростных соперников. И еще дают нам светлую надежду на вторую партию. Девушки возвращаются, и давайте будем смотреть дальше. Болеть за наших девушек, поддерживать, так как поддерживают трибуны. Сейчас вы видели в своих экранах, как наши зрители, как наши болельщики кричат и болеют за свою команду. Да, для тех, кто только к нам подключился, а в красных игровых формах сегодня Уральский федеральный округ, а Республика Саха и Тутия белых футболков на подаче Кристина Старикова, следующий игрок Уральского федерального округа. Ну, она подает через раз. Ну, она сейчас подала очень хорошую подачу. И девчонки, конечно, кинули ее. Ну, что ты! Не можем забить, так хотя бы просто красиво перекинув. Пусть противник думает сам, что с ним делать и кто должен довести этот лет. Как говорится, в толпу. У нас столько было между, да? Да, что девчонки не поняли, что с ним делать. Продолжать девчонки также держать в таком духе. Марина Шатырина, универсальный солдат, да, в связке, кто в нападении и в блоке очень сильно выкладывается. Отбиваются наши девушки пока, отбиваются, если ты походишь, это просто. Должен, вот это такой дождик, красивый розыгрыш, кто будет отбивать. Все, ой, 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 там на Мальчана все-таки зарабатывает. Второе очко для нашей сборной. Такой хитрый, коварный накат был. Посмотрите, как она эмоционально отреагировала. С локтами таких не надо. Все видели сами, насколько дороги нам Кадды и муки. Выходить надо из-за блока, выходить. Глазками надо искать, видеть мяч все время. Девчонки, конечно, у Раски федеральный округ, они очень опытные. У них очень большой игровой опыт. Ну вот, тут становится 3-1. Хорошее начало есть. Главное не расслабиться и продолжить все в таком же духе. Ульяна Павлова. Уля сегодня по началу пока стабильная. Да, она пока стабильная и непростая. Очень усложненная. Ой, как красиво. Очень неожиданно. Ой, да что такое-то. Рефлексы не очень у нас срабатывают. В отличие от ураистых девушек. Да. Как здорово, да, обманывала Марина Сатырина. Параллельно к сетке стоит. А ручки-то перекидывает. В обратную сторону? Да. Мы, по-моему, справились все-таки с приемом. Ну, действительно, мы справились с приемом. Потому что начало партии, вот второй, да, как вы видите, вы видите, что наши девушки наконец-таки наладили свой прием. И как только они наладили прием, у нас сразу получается красивая атака. Вот Анастасия, которая сейчас на ваших экранах, она сыграла очень красиво первым трампом, быструю атаку в зоне. И она вообще, она пробивала. Анастасия, да, вот посмотрите. Вот они, в недоумении. Смотрят друг на друга. И 5-2. Расси федеральных округов. А в игре против Сибирского. Они выиграли в первую парке. Этот перерыв уже вынужден взять в самом начале партии. Потому что счет-то уже был 5. И как бы нам хотелось повторить тот сценарий. Давай, давай, давайте с мозгами. Давай! Потому что первую парку мы выиграли. Парка 5-16. Все последующие три потом на расслабоне, как говорится, отдали соперникам. Сейчас площадка все покажет. Продолжаем, уважаемые. Потому что для наших девушек очень важный отмен победы. Так же, как и остальные игры. Вот вы слышите, как наши зрители... Вот наши болельщики болеют и кричат «Саха, Саха!» О, хорошо. Да, девчонки. И доводка должна быть и сейчас заключительной. И обратно прилетела. Несчастно. Что будет в этот раз? Страхуют наши девчонки. И Анна Молчанова все-таки забивается очередного очка. И счет становится 6-2 в нашу пользу. Сейчас мы видим небольшую растерянность. На лицах Уральского федерального округа. Наверное, точно такой уже растерянность, как и на наших лицах, было в первой партии. Вот, да, хорошая поконча. Главное слабое место Уральского федерального округа это то, что они не умеют играть проигрывая. Это очень в психологическом плане им мешает. В роли догоняющих. Они же лидеры, они признанные лидеры России, Сибири. Сейчас была такая не глупейшая ошибка при доводке Ульяна. Очередная вот ошибка такая. Наш игрок разыгрывающий выходит с второй линии. Девушки наши очень сильно доводят мяч на сетку. То есть мяч идет переходящий на ту сторону. Нашей Марине очень тяжело такие мячи доставать, потому что она может ошибиться. Как на ту сторону перезалезть, так и сетку коснуться. И тем самым вот у нас и получилось. Мы два очка проиграли. Что сейчас нормально молча. Она вот демонстрирует. Успела, да? Очень близко было от сетки. Пат. Но сейчас все хорошо, что хорошо закончилось. 7-4. Сохраняем разницу в три мяча. И сама Аня будет подавать. Давай, Анечка, я тебя подняла. Постой накап. Наш девушка станет в мяч в игре. И Анна Молчанова, наша красавица, лидер нас, приносит очередное восьмое очко. Мой счет становится восемь-четыре. И первый технический перерыв к нашу пользу. Совсем другое начало партии, да? И уже видно, что девушки к себя приходят. Уже осознали, что они уже на площадке. И сейчас будут биться до конца за каждый мяч. С такими... На взводе, да? Да. На положительных эмоциях. Вот наши красавицы, наши сборные. Это нам очень нравится. Да. Присоединяйте. Поводные. Продолжайте, девочки. Мы за вас очень волеем, девушки наши. Мы за вас пылочки держим. Очень сложная сетка в конце получилась у команды в Айкуке. Игра в Уральский, федеральным округом. И последняя игра в Китайской народной республике. Китайской народной республике. Тоже третий будущий. По состоянию на сегодняшний день на все. Ой, молодец. Это Надежда Синтизова. Какая мощная была атака. Она с умелости справится и трос. Молодцы, девушки наши. Молодцы. Молодец Надежда. Ильичка такая правильная. Выбрала позитку и подняла этот мяч. В этой парте сейчас очень важное каждое очко, которое наши девушки добывают. С таким трудом. Уральский федеральный округ. Это непростая команда. Это очень сильная, сыгранная команда. Чемпиона. Счет становится 5-4. Виктория Чернышева. Немножь на подаче. Мы говорим, что у нее 183 сантиметра рост. И, соответственно, съем мяча при подаче тоже очень высокий. До конца догонял мяч Кистина Старикова, но... В итоге 10-е очко у республики Сахая Куки. Меняют у нас Светлану Врачеву. По-моему, это обратная замена, да? Возвращается девочка из Егорска. Тренер ее, шутя любя, называет моя флегмочка. Потому что он, ну, говорит, совсем без эмоций человек. И надо ее время от времени спряхать. Говорили очень сильно. Да, ошибку фиксирует судья на вышке при передаче. Поэтому это очень кстати для нашей команды. Это очень замечательно для нашей сборной. Что девчоночки ошиблись. Из Уральского федерального округа. И мощный нападающий удар. Но, к сожалению, Ана. Не попадает немножко на площадку. Да, Аня была, да? Со второй линии. Но ничего страшного. Идем дальше. Пять очков. Разницы пока сохраняем. Ну и свое дело делают болельщики, да? Ну, сейчас была очень достатная такая ошибка. Потому что мяч летел, конечно, в прогрессе между двумя игроками. Но есть правило правой руки. И здесь правая рука была Иоанна Молчанова, которая должна была принять. Что там произошло между Дарьей и Анной, непонятно, конечно. Но они все-таки... Надо было в первую зону, конечно. Да, ну это нам здесь с вами видно. Да, все видно. Где свободно, где пусто. Ну, тоже вариант. Да. Так, так, так. 12-7. Наши девочки остаются все-таки лидировать в этой партии. Разрыв в партии. Пять очков. Ну, это только начало партии. Поэтому нам нужно продолжать в том же духе. Самое главное не останавливаться. Вот мы наконец-таки налаживаем блок. Срабатывает наш. Здесь, наверное, надо было, что такое показывает судья. Что показалось? Ошибка при передаче? Или... Что-то нам как-то не видно. Или кто-то игрок в задней линии там. Не видно нам было. Но какую-то ошибку зафиксировал первый судья. В виде, как наши болельщики освистывают решение. Ну, это на фоне того предыдущего очка, да, очень обидного. Да. Настя Максимова прямолинейно пыталась на прорыв блока, да? Но... Девочки грамотно руки перенесли. Только я сказала, что мы с приемом справились. И тут ошибка такая. Счет становится 10-12. И первый перерыв берет сборная команды Республики Саха-Якутия. При счете 12-10. Попытаемся сейчас немножко мы послушать, о чем говорят лидера наши. Наши и уральские. Какие они делают? Замечательно, наши дружины. Прибежи! Блок! Блок! Давай, давай, давай! Ну вот, ценные указания даны обоим командам. Закончился перерыв. Девушки наши возвращаются. И посмотрите, обратите внимание. И так, да, перепознен. Трибуны полные. Как люди, да, у нас на любой республике. Как поддерживают нашу сборную команду. На все игры ходят. Не только на заключительные, но тем более. С учетом того, что сегодня понедельник и рабочий день. А это день. Сколько зрителей много. Обеденный перерыв закончился. Да. Кое-кто, возможно, прогуливает работу. Но, тем не менее, трибуны остаются за нас. Ошибку фиксируют первый судья. Так. Судья что-то между собой не могут разобраться. Сейчас второй судья подойдет к первому. Они выяснят, потому что первый судья показал одно, второй судья другое. Вот что-то объясняет первый судья капитану команды. Сейчас мы его увидим. Второй судья показывает, что было касание сетки. А первый судья показывает, что чужой мяч был. Но самое главное, что он благополучно закончил это в нашу сторону. И мы зарабатываем очко. И счет становится 13-10. И летит подача. Вайп. К сожалению, вайп. Да, наши девушки все равно волнуются. Марина забегалась. Да, конечно, потому что не могут никак девчонки наши сутки наладить. Приняло. Посмотрите, очередного приняло место. И уже тяжеловато. Вот она даже просит помощи у своих коллег по площадке, чтобы ей немного помогали. Очень тяжело, конечно, ей носиться по всей площадке, потому что такой доводкой вот в обратную сторону возвращается мяч ликошиток. И второй раз пытается Анна Молчанова пробить. Двойной хороший блок. И посмотрите. Как достают. Да, три раза подряд Анна нападает. Мячонки уральские достают. Красиво как. Девушки молодцы как. Асака номер пять. К сожалению, она в ауте. И получается, что счет равный. Тринадцать тринадцать тринадцать. А ведь было шести очковое, да, по-моему, преимущество. Да, шесть очков мы вели. И это было очень важно, эти очки шесть. Что-то как-то у нас не заладилось. Не заладилось. Игра вот на ваших экранах Синтизова, Надежда. И второй перерыв при счете тринадцать четырнадцать берет Республика Саха, Якутия. Теперь уже мы в роли догоняющих. И надо как-то менять игру. Да, надо играть, менять. Менять обязательно надо игру. Потому что сейчас все более однообразнее действуем через Молчанов, да. Да. Сейчас уже надо подключать всех нападающих, чтобы блоку было не так легко. Сейчас не то, что надо нападающих, да, включать всех. Сейчас самое важное справиться с приемом. Мы в начале партии, второе, которое мы с вами наблюдали, у нас был прием. И я на мгновение подумала, ой, как хорошо, девчонки наконец-то собрались и справились с приемом. И они тут же начали ошибаться. Да, ну, это, конечно, очень. Посмотрите, что я вам и говорила сейчас. Никак мы не можем с приемом справиться. Девчонки, уральский нас просто выбивает с подачи. Надо наладить, наладить, девушка. Возьмите себя в руки, пожарим. Хотя бы так, да? Ну, хотя бы так мы снимаемся с подачи. Ну, вот идет очередная... Дегтярева вместо Павлова. Да, традиционная, скажем так, для нас уже замена. Это на усиление подачи. Вместо Ульяны Павлова у нас в игру вступает Юлия Дегтярева на подачи. А мы знаем, что у нас обладает хорошей, сильной подачей такой. Самое главное, потому что она у меня полетела. Молодец, выдержала. Давай, Юлимка, давай. Управляется, я не знаю, что спокойно. Управляется сильной подачей. И хорошая, организованная атака. Через Дашу, да. Низкорослого, да. По сравнению с... Конечно, по сравнению с Настей, которая рядом стояла. Настя высокая у нас, девушка. У нее высокий блок, а у Дарьи по нарусу расточка поменьше. Поэтому у него высокий блок, и тренер это прекрасно понимает. И дал ценные указания играть через мальчик. А тем самым у нас счет 16-14, и у нас второй технический тайм-аут. Тренер нашей команды Республики Саха-Якутия Наталья Васильевна Дедовна, свои тренерами, также, которые мы сейчас видим на улице Федерального округа, да. Но я на все тренерах все равно, как бы, не шло, недовольны немного своими подопечными. Им кажется, что игроки могут намного лучше играть. Ну и позволяет еще держать игроков в тонусе, скажут, что все нормально, и можно и простоять. Да, расслабиться и не уснуть на площадке. Таким словом, с самым перерывом закончится, счет 16-14 в пользу Уральского федерального округа. Уральского федерального округа. Ну, здесь должны отбиваться, конечно, отбиваться. Да, конечно, не зря вчера на игре наша сборная команды Республики Саха-Якутия и Монголия присутствовал тренер Уральской сборной, да, это Денис Николаевич и также Валерий Григорьевич. Они вели статистику. Мы прекрасно с вами наблюдали, да. Да, они очень... Они всю игру просидели и записывали полностью все, что появилось на площадке. И замечательно даже для своей команды. Они очень верные сделаны замечания, верные подсказки своим игрокам они сделали, что девчонки воплощают в игру. Ну, вот здесь, конечно, да, здесь Насте надо было доигрывать. Был мяч переходящий со своим ростом. Она должна была спокойно этот мяч либо заблокировать, либо забить его. Просто было неожиданно, все ждали атаку, да, видимо, не успели среагировать. Ой, не очень аккуратный пас, но... Как говорится, чем хуже тебе пастует, тем лучше тебе попадает. Вот с такой не очень, скажем, такой плохой... Ну, это вам видней. Ну, да. Да, потому что, как правило, когда неудачный пас идет в какой-либо от игрока нападающего, он может ожидать что угодно. Как он его будет исправлять, куда он его будет бросать, как нападать, это, конечно, тяжеловато иногда под догаданием. А тем самым у наша команда Анастасия Максимова, Эйс, выполняет. Ну, дождана, что, в подаче. Давай, Настя, второй такой же, Настя. И есть, есть. Что показывает судья? Аут. Аут показывает. Ну, боковой судья показывает, что было поле, аут судья на вышке фиксирует, что было аут. Замена вместо Марины. Что-то как-то наши девчонки немножко. Не-то не точно. Тык-тык, это все-то они. Вот, наконец-то сработал наш Бануэлла, которого, посмотрите, сейчас она хотела обмануть. Уральский, уральская девушка хотела обмануть. Красиво накатить за блок в третью зону. Ну, наши девчонки это все видели. Саша просчитала. Да, Саша коком просчитала, ручки снесла. Молодец, Аня. Эй, ну давай, Анечка, тебя, мы за тебя очень сильно болеем. Ты должна нам помогать. Сейчас важно защитить подачу, сохранить, потому что Аня на задней линии, ну, на подаче, да? А спереди у нас в атаке остается Даша с Настей, да? Да. Или Саша с Дашей. Саша с Дашей, получается. И при Аниной подаче ничего не остается делать, как уральскому федеральному округу приходится брать второй перерыв, чтобы сбить. Потому что, как мы видели в предыдущей партиях, когда он брал перерыв после первого ее эйса, наша Анечка либо просто вводила мяч в игру, либо в сетку попадала, да? Давайте будем надеяться, что Анечка сейчас ошибку не допустит, обязательно принесет нам эйс, он очень нужен. Ну, если хотя бы не есть, он хотя бы очень сильно затруднит прием. Да, вот, как он выступил. Подстраховать надо! Есть, подстраховали, молодцы. Ну, если прямо, то что вдвоем прижили, да? Но, слушайте, да. А тут быстрая атака в центре сетки. Вот, посмотрите еще раз, какая красивая быстрая атака. Ну, Саша почему-то отвлеклась на разыгрывающего игрока, а своего нападающего оставила без блока. Так не должно быть, потому что партнер по команде должен был караулить пасующего игрока. Петитова Лиза. Петитова Лиза. Между блоками. Маша, конечно, немножечко не успела. Задержалась на центре, в площадке поруливала своего игрока. Ой, молодец, Мариша! Передавила! Красавица, красавица! Посмотрите еще. Как она успела? Да, развернула корпус. Ручку поставить. Ручки вы туда принесла и заработала. А в Уральском федеральном округе замена у нас происходит. Вместо игрока под номером 10 Виктории Чернышеву в игру вступает игрок под номером 7 Алена Нечаева. Это на заднюю линию, это, наверное, на усиление приема, потому что Дарья у нас подает. А мы прекрасно знаем, что Дарья обладает хорошей, сильной подачей. Что-то не летит у нее сегодня, к сожалению. Ну, понятное дело, при таком счете только рисковать, просто вводить мяч никто не будет. Но уже сетбол у команды Уральского федерального округа надо доиграть до конца, чтобы в третьей партии как-то улучшить положение. И вот ожидаемо, судя по игре в концовке 25-19, так хорошо начинали вторую партию. Да, начинали девочки замечательно очень наши. Я даже обрадовалась, потому что был прием, была защита, все было. Почему провалились они опять в середине партии, непонятно, что происходит. Может быть, девчонки, что-то произошло, мы с вами просто не знаем. У нас блок, да. Мы проигрываем, конечно, на блоке, потому что Уральский федеральный округ очень спокойно нападает во всех зонах причем. Да, вот именно. Да, вот наши девушки никак, посмотрите, вот еще раз, да, ой, смотрите, шла атака, Саша должна была контролировать своего игрока, но вроде как она и контролировала, рядом стояла, но запоздала на блок. Ну, это уже мастерство Кристины Старьковой. Да. По 12 номерам она стоит, она пока переигрывает Марину Китурину, я, пупорек Марине, и, как-то неловко, чем-то ее укрепнуть. Она убивает и на блоки, и на защите, ну, и по мере возможности выводит наших нападающих. А вот с такими вот лицами, наверное, неправильно все-таки выходить на третью партию, как будто уже проиграли девушки, но, надеюсь, я ошибаюсь. И все у нас в плане спортивного духа ничего еще настолько сильно не повреждено, и будем смотреть волейбол. Будем продолжать болеть за наших девушек, поддерживать их, стараться, чтобы они чувствовали, что за ихними спинами стоят много болельщиков, которые их любят, которые их поддерживают, которые очень сильно переживают за них. Чтобы наши девочки, сейчас они готовы стоят. Обе команды ждут приглашения. Мы на площадках, чтобы они готовы, все наши поверенщики. На четвертых играх в Кипиазе наша команда завоевывала второе место, а на пятых пятое место. И вот на шестых у нас есть все шансы повторить предыдущие успехи и даже подняться выше. Могли бы мы, если сейчас играем, очень важную для нас, третью партию на самом высоком уровне против действующих чемпионов России. И тут уже надо выше себя перепрыгивать. Подняла, подняла, играй. Свиска не было. Ну что такое-то? Нет же, свиска не было. Подняли. Надежда Синтизова подтянула мяч. Марина вытащила такой отскок. Почему третьим касанием-то не доиграли? Как так-то? Поле? Поле. Там и поле, и блок был. Анечка зарабатывает первую очку для нашей команды. Сейчас становится 1-1. На подаче Ульяна. Я хочу отметить, да, наших девчоночек я знаю, потому что мы с ними, я с ними немножко тренировалась. Аут, аут. Что показывает судья Поля? Аут же был. Аут был. Ну, судья на линии фиксирует аут. Во-первых, судья остановит мяч. Площадка. Да, вот наши зрители недовольны, что-то... Вот как вытащила тут на гостике. Да. Какой-то сумбур у нас на площадке, сумбур. Мячонки что-то не могут никак найти, ту ниточку найти, не знаю, ту игру, которую они могли нам показать. Вечера же они показывали нам очень красивую игру, слаженную игру такую. А сегодня что-то никак у них не может наладиться, игра. Как мы не можем ни на блоке поймать, ни в защите. Если мы не можем поймать, хотя бы зацепить на блоке атакующего противника, то очень тяжело сыграть в защите. Потому что девчонки с Уральского федерального округа, они очень сильно нападают, обладают очень хорошей техникой. Без смягчения, да, конечно, в защите очень сложно приходится. Очень сложно. Ну вот, удачные действия Республики Саха-Якутия. 2-4. Самое начало третьей партии. По партии мы уступаем 0-2. Анастасия Максимова на подаче. Она умеет эйсы. Да, вот она все-таки усложнила сейчас подачу. Наши девчонки в очередной раз этим не воспользовались. Но давайте сейчас, пожалуйста, воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь. Да. Игнать Молчанова. Очков в нашу копилку приносит Анна Молчанова. Пас был очень хороший. За головой. Ой, поверх блока, как она мощно выпрыгнула. Как красиво было. Красивая какая атака капитаном команды сборной Уральского федерального округа. Анастасия Белкина. Не искренне. Анечка, что ты нам покажешь? Атака со второй линии. Пайк. Ай, как обидно. Счет становится 6-3 не в нашу пользу. Наши девушки очень... Очень хорошо все обошлось. А что там определили судьи? Касание сетки, да? Я не успела заметить, потому что тут немножко у нас зрители перебегали. Но как бы то ни было, Анна Молчанова на линии подачи. Очень хорошая доводка Уральского федерального округа. Наши хороши в защите. И давайте все равно без атака. Ой, как бросок, бросок, бросок фиксирует. Конечно. Красивая, конечно, была скидка, я вам хочу сказать. Очень бергеская такая. Ну, видно было, да, что попридержала. Да, да, она придержала мяч, потому что она как в баскетболе, знаете. Вот берут, так и просто торгируют. Закидывают. Сверху. Сверху, да. Да, так сейчас движет, девчонки. И есть. Это Молчанова. Это Молчанова наша. Умница. И счет становится 6-6. Равный счет. И, как мы до этого с вами говорили, если наша Молчанова начинает подавать, то уральскому федеральному округу приходится брать перерыв. И при счете 6-6 первый перерывный уральский федеральный округ. И тут уральскому федеральному округу приходится. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Марина, пасующая, молодец, бегает по всей площадке, да, можно сказать И вот Анечка, которая в этой игре пока показывает у нас, что они находятся на площадке, можно сказать Вот смотрите, как усложнело подать Марину, но мы опять-таки смогли организовать атаку Воспользоваться, и Настя, Настя, страхуем И Аня Волчанова Поднимают девчонки уральские Что в этот раз будет, Аня аккуратненько переводит мяч, первый темп Да, к сожалению, этот розыгрыш заканчивается не в нашу пользу Счет становится 14-10 в пользу Уральского федерального округа Тем самым на площадке у нас очень такая напряженная борьба идет Девчонки с обеих сторон Значит, волнуют наши девочки соперников своей игрой, да, но вот без блока сроки уралочки делать нечего, как говорится Да, очень тяжело, конечно Нашим девчонкам сидит в защите, потому что атаки очень сильные, мощные Такие девчонки, конечно, перепрыгивают пока наши Маленькие девушки И Дарья, ну страхуй, страхуй сама себя Ну и счет становится 16-11 в пользу Уральского федерального округа И второй технический тайв-аут Пять мячей Пять мячей надо как-то отыграть, потому что это третья партия Сейчас вот действительно не имеем права на ошибку Потому что отдавая эту партию, вместе с ней отдаем и самые свои высокие ожидания И эта третья партия, это либо для нашей команды будет проигрыш, либо это будет еще шанс на выигрыш Очень обидно будет остаться на четвертом месте, потому что, как мы еще вначале говорили, именно четыре команды ведут борьбу за награды Да, поэтому забудьте мои слова и будем надеяться только на лучшее И первый темп, как мы сегодня, конечно, девчонки наши Опять продолжаю об этом говорить, что наши девушки сегодня совершенно не справляются в блоке Поставить бы хоть один блок и остановить А то они совсем безнаказанно себя чувствуют Они очень вольно, вольно играют на сетке Это удивительно Просто из высоких передач, из быстрого Но здесь Марина была выходящая, она не могла прыгать Поэтому она пыталась стоя перебить И она не имела права по правилам действующим, она не могла подпрыгнуть И перерыв Перерывов у нас больше не осталось Республика Сахайя-Куке использует перерывы свои Да, при счете 11-18, первый перерыв вперед, Республика Саха-Якутия Наши девчоночки очень отстают И это очень тревожно для нашей команды, для нашей сборной Но мы продолжаем верить, продолжаем надеяться Сейчас девчонки наши соберутся Мы за них держим кулачки, мы за них болеем Весь зал сидит, болеет за них Трибуны все переполнены Смотрите Сейчас уже стены должны подключиться Седьмой игрок на площадке невидимый, да? Невидимый Хорошо бы собрать всю волю в кулак И направлять правильные русла в сторону Уральского федерального округа Наблюдать продолжение игры Савельева у нас лидер подач в Уральском федеральном округе Ну хорошо хоть как-то отбились И сейчас возможность для атаки Ну, доводка была очень близко к сетке Да, да, что-то сегодня не складывается у наших девушек И замена Очередная замена в нашей сборной Вместо Ульяны Павловой Павловой, да Павловой Диктирю Вот что-то в игру Может она как-то поможет в защите Ой, ой, нет Тяжело, конечно Наша пасующая Марины Эту игру, можно сказать, очень хорошо играет Потому что она достает такие мячи Ну, стараются из вообще непонятной какой доводки Сделать передачу, чтобы наши игроки смогли Что такое Ай, потолок Обидно, конечно Как обидно Была замена Очень сильно рассчитывали на Юлю Но Юля никак принять не может Посмотрите сейчас, какая у нас расстановка У нас разыгрывающий игрок Марина Пошла принимать Пошла принимать Прием есть Достать Не от жизни хороший, конечно Да, это уже от безнадежности, можно сказать так Ну что сделать-то, ну что, ну как Как наших девчоночек подбодрить Счет становится 22-11 Это уже не просто звонок Это колокол В нашу сторону Это уже сейчас надо на 15 очков работать Потом уже как-то постепенно Потому что, скорее всего, дело дойдет до подсчета очков И сейчас важно играть до конца Ошибается Дарья, да, ошибается Она не смогла справиться так в течение всей игры со своим волнением И она делала много ошибок она, конечно, наделала Сейчас посмотрите, кто у нас пасует Мало того, что у нас разыгрывающий игрок Марина вышла на тоем Так у нас лидер наших нападающих атак Анна Молчанова стала пасовать Вот посмотрите, что сейчас было Ну, самое главное, это успехом уменьшалось 12-23 Но, к сожалению, отрыв очень большой Ну, давайте будем просто играть Молодец, Аня! Красавица! У нас центральный блок усиделся, да, таким образом? Это даже не центральный, это крайне блокирующий Один в один Закрыла Красавица, красавица Анечка наша Есть! Настя молодец! Настя молодец! Настя молодец! Давай, Настя! 14-23 Вот прям такими шажками, шажочками Мы будем двигаться, двигаться! Держим кулачки, уважаемые телезрители Сейчас она еще один подаст Я верю в нее Есть! Есть! Нет! Очень сильно этого хотелось Ну, здесь У тебя так плохо мы подцепили Защита есть Помогай! Ой! Молодец! Оставили мяч в игре Ну, это, конечно Нет! Поляна бывает Через По первый перевод в первую зону Истинным красивым ударом, конечно Классный повтор Да, через наш низкий блок И нашему тренеру ничего не остается Как взять второй перерыв В третьей партии при счете 14-24 Сколько мячей надо бить? Посмотрите на ваших руках Сейчас здесь тренер И снять ваших девушек Наши девушки Наши девушки расстроены Расстроены Конечно, очень расстроены Наставить точку Лиза толкается Хотя бы одну партию Надо было попытаться взять Игре против Игре против Игре страны, скажем так Да, да, да Ну, соперник у нас, конечно, очень сильный Очень сильный Обратная замена В игру Возвращается Ульяна Сейчас это надо Подправить ситуацию Подготовить себя морально К следующей игре Потому что с Китаем Тоже как-то Надо будет По-особенному Настроиться И сейчас Смотрим Розыгрыш мяча И, по-другому, это был последний Розыгрыш в этой партии В этой встрече 3-0 Таким счетом Побеждает у нас Уральский федеральный округ Присутка Сахая Пети Проигрывает Уступает Этой встрече Но у нас Западная игра Остается Против Китая Мы очень, конечно, Усложнили свое положение На играх в Пети Азии Но Уральский федеральный округ Одним словом Уральский федеральный округ Уральский федеральный округ Своим медалем В рамках Шестых игр Дети Азии И Нашей команде Очень важно Отыграть Ровно Спокойно Свою игру Против Китая Спасибо за то, что болели с нами За то, что смотрели с нами Этот замечательный детский волейбол И До новых встреч До новых встреч